Приветствую! Учитывая ситуацию в Днепре, новой актуальности приобрел вопрос взаимоотношений человека и полиции. И вот я хочу начать этим видео целый цикл роликов, посвященных этому вопросу. И сегодня мы поговорим о том, что должно быть первым, когда полиция останавливает водителя. Водитель должен предъявить документы, либо же полиция должна сначала показать доказательства, а потом уже водитель предъявляет документы. И чтобы разобраться в этом вопросе, мы, конечно же, поговорим о действующем законодательстве и о судебной практике. Но перед тем, как мы поговорим о законодательстве, я хочу сказать свое мнение по этому поводу. Дело в том, что в стране очень низкий уровень доверия людей к полиции. Ну вот давайте честно задумаемся, насколько каждый из нас доверяет действиям полицейских. Особенно сейчас. Особенно сейчас. Когда мы видели ситуации, где люди в военной форме задерживают гражданских, стоит рядом полиция и не вмешивается. Мы видели видео, где люди в военной форме бьют гражданских. Стоит рядом полиция и не вмешивается. Ну и в итоге апофеозом всего стала ситуация в Днепре. Уровень доверия к полиции очень низкий. Именно поэтому в каждой ситуации, обращаясь к человеку, полицейский, как мне думается, должен в первую очередь думать о том, чтобы получить кредит доверия от этого человека. Чтобы завоевать его доверие, чтобы этот человек не рассматривал полицейского как некую угрозу человека с оружием, а рассматривал полицейского так, как он должен быть правоохранитель, защитник человека. Вот кем должен быть полицейский. И вот для того, чтобы завоевать кредит доверия, полицейский должен, конечно же, сам выполнить требования статьи 18 закона Украины о национальной полиции. Предъявить документы, представиться, не ждать пока человек потребует этого, а самому идти навстречу к человеку и представиться и предъявить документы. До полного ознакомления с возможностью фото-видео фиксации этих документов. Потом, как мне думается, полиция, чтобы закрепить доверие, должна предоставить доказательства, показать, что да, друг, вот ты нарушил, такая ситуация произошла. Да, у всех бывает. Ведь мы же понимаем, что водитель не всегда умышленно нарушает правила дорожного движения. Ну, действительно, бывают ситуации, когда ты, вот я как водитель знаю, что ты можешь вот знак не заметить, потому что знак зарос, потому что деревья никто не постриг, да, и ты нарушаешь. Увидев бы это этот знак, ты бы никогда не нарушил, но ты его не увидел. Все. Но это же не значит, что я уже преступник, что ко мне должно какое-то быть отношение там негативное. Именно поэтому полиция должна представиться, полиция должна показать, что вот, да, есть такая ситуация. Да, ну вот, чуть-чуть ты нарушил. Ни катастрофа, катастрофы не произошло, никто не погиб, да. Ну, проехал ты, может, на запрещенный знак. Может, ты даже там повернул где-то не так, да. Не произошла трагедия, не произошла, все нормально, не нужно из этого делать конфликтной ситуации. Но, к сожалению, это всего лишь моя позиция. К сожалению, да, это только моя позиция. Потому что, когда мы посмотрим действующее законодательство, то мы с вами увидим следующее. Что действующее законодательство не обязывает полицейского показывать доказательства до того, как человек показал документы. Вот, к сожалению, вот так, да. У полицейского в соответствии с законом должны быть эти доказательства. То есть он не может беспричинно остановить водителя. Он не может беспричинно потребовать предоставить документы. Но он при этом не обязан предоставлять доказательства до того, как человек предоставит документы. Доказательства полицейские в соответствии с законом должен предоставить уже в момент рассмотрения дела о привлечении к ответственности за совершение административного правонарушения. За нарушение правил ПДД, да. Далее. Судебная практика. Вот здесь судебная практика. СМИ сыграли с нами очень злую шутку на самом деле. Мы с вами знаем, что... Вот сейчас скажу фразу, и она у многих из вас сидит в голове. Сначала доказы, потом документы. Сначала доказательства, потом документы. Вот эта фраза, она у многих из вас в голове сидит. Откуда она появилась? Появилась она, к сожалению, из кричащих заголовков. Из кричащих заголовков в СМИ. Но, когда мы посмотрим практику Верховного Суда, когда мы посмотрим те решения Верховного Суда, которые стали основой для этих заголовков, то мы увидим, что суд там сказал не совсем так. Суд сказал следующее, что для того, чтобы полицейский потребовал у человека документы, для того, чтобы вот это требование его было законным, у полицейского должны быть доказательства. Если полицейский потребовал у человека документы, человек не предоставил ему документы, то в тех решениях Верховного Суда ситуация как развивалась? Полиция выносила штраф за то, что он не показал документы, и человек обжаловал. И дойдя до Верховного Суда, человек говорил, ну во всех инстанциях, человек говорил, у полиции не было законных оснований требовать документы. И суд говорил, полиция, пожалуйста, если вы требовали документы, ну предоставьте доказательства того, что вы имели это право, что человек действительно совершил, что человек действительно, У вас есть доказательства того, что человек совершил административное правонарушение, и ваше действие, ваша остановка этого водителя была правомерна. Покажите эти документы. Никто не показал. Соответственно, суд говорит постанову скосуваты, потому что у вас не было оснований для остановки, это была беспричинная остановка. Но в итоге суд не говорит нам о том, что нужно сначала показать доказательства, а потом документы. Соответственно, если вы все-таки не услышите меня или забудете то, что я говорю, то в итоге что у вас получится? Если вы не покажете полиции документы, они составят соответствующую постанову на вас, далее вы придете в суд и скажете, что была незаконная остановка, беспричинная, но полиция принесет в суд доказательства, допустим, видеофиксацию совершения вами админ правонарушения, то суд встанет на сторону полиции. Почему? Потому что окажется, что раз есть видеодоказы, то, соответственно, остановка была обоснованная, законная, и требование предъявить документы тоже было законно, и, соответственно, вы получите штраф. К сожалению, вот такое действующее законодательство, вот такая судебная практика, поэтому я вам рекомендую в тех случаях, если полиция вас останавливает, все-таки предъявлять документы, а дальше уже в рамках рассмотрения дела о административном правонарушении требовать от них предъявить доказательства совершения вами админ правонарушения. Друзья, на этом все. Напомню, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше, и появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.